МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы. Развитие БАМа и Транссиба как драйвер роста экспорта угля. О необходимости скорейшего расширения возможности инфраструктуры говорили на совещании у президента. Экология выведена на первое место. Для этого необходимо нам с вами будет усилить экологическую составляющую во всех наших действиях. На первом плане забота об огрушающей среде. Чтобы усилить эту работу, в РЖД произошли кадровые назначения и структурные изменения. Деляем большое внимание вопросам разбития внутреннего туризма. Тренд на восстановление объемов перевозок. Не только грузов, но и пассажиров. Экономика оживает. Компания готовится к росту спроса на услуги. Удовлетворенность женщин, работая в компании, составляла 72%. Итог же 2020 года – это уже 76,7%. Результат налицо. РЖД удалось улучшить нормы труда, отдыха и социальной поддержки женщин. Особый вектор сейчас – создание условий для помощниц-машинистов. Четко действуем в соответствии с коллективным договором. Выполнить социальные обязательства. С 1 марта РЖД проиндексировали зарплату работников. Эту ежемесячную встречу с коллективом глава компании начал с итогов совещания по развитию угольной отрасли. 2 марта его провел президент Владимир Путин. Главная тема встречи – проработать пути развития угледобывающих регионов. Особый акцент на развитие экспортных доходов отрасли. Основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент. Гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы. Нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности. Основная роль в решении этой задачи отводится развитию железных дорог Восточного полигона. Этот проект РЖД реализуют с 2013 года. Как результат, провозная способность БАМа и Трансиба уже достигла 144 миллионов тонн грузов. Конечный показатель должен составить 180 миллионов. В этом году стартовал уже второй этап развития инфраструктуры. Нам поручено, коллеги, вместе с правительством составить четкий паспорт с указанием пропускной провозной способности отдельных участков предельного веса грузового поезда до и после реализации проекта. И график должен быть сформирован в поквартальной разбивке до 2024 года. К 2024 году перевозка угля в восточном направлении должна увеличиться как минимум на треть по сравнению с 2020 годом. Этому может поспособствовать вывоз больших объемов угля из Якутии. Однако здесь тоже требуется развитие инфраструктуры на восточном участке БАМа. Владимир Путин поручил правительству проработать дополнительные предложения. Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Если это будет, конечно, необходимо. Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь против не буду. Пожалуйста, если такая необходимость есть, представьте предложение. Отдельной темой совещания стало так называемое квотирование провозных мощностей Восточного полигона. Кто, что, сколько, когда, куда и откуда повезет по стальным магистралям Дальнего Востока РЖД и грузовладельцы должны договориться до 1 июля. Это тоже поручение президента. График предстоит расписать до 2024 года. Он должен определить взаимную ответственность сторон. РЖД развивают инфраструктуру, грузоотправители используют ее для вывоза сырья. На селекторном совещании Олег Белозеров отметил, что теперь РЖД предстоит, цитирую, «системно подойти к выполнению всех поставленных задач». Но еще до президентских указов компания приняла решение усилить работу на восточном направлении. И здесь, напомню, состоялось важное кадровое назначение. Решением Совета директоров Василий Фролов назначен заместителем генерального директора РЖД и начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона. Ранее Фролов руководил Восточно-Сибирской железной дорогой. Одним из акцентов на совещание Владимира Путина по развитию угольной отрасли стала забота об окружающей среде. Президент поручил улучшать экологическую ситуацию в районах добычи и перевалки топлива. Экология в РЖД сегодня выходит на первый план во всем. В этой связи генеральный директор компании принял ряд важных решений. Заместитель генерального директора главной инженера РЖД Сергей Кобзев назначен руководителем проектов по устойчивому развитию. На его ответственности охрана окружающей среды, а также взаимодействие с организациями и органами власти по экологическому мониторингу. Кроме того иначе, теперь называется профильный департамент холдинга. Расширенная и его задача. Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля переименован в департамент экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Не просто перестановка слов, а вы знаете, абсолютно по-другому поставлены акценты. Экология выведена на первое место. Для этого необходимо нам с вами будет усилить экологическую составляющую во всех наших действиях. Коллеги, я неоднократно говорил и еще раз прошу обратить на это внимание предложение присылать нам для наполнения экологической программы. Экология стала одной из ключевых тем поездки главы компании на Восточно-Сибирскую железную дорогу. Она состоялась в феврале. Реализацию планов по охране окружающей среды, в первую очередь на Байкальской природной территории, Олег Белозеров обсудил с руководством Иркутской области и Республики Бурятия. Репортаж Евгения Кузнецова. 144 объекта железнодорожного транспорта, находящихся на Байкальской природной территории, необходимо реконструировать в рамках модернизации БАМа и Транссиба. Третьи расположены в центральной экологической зоне Пресноводного озера. После нас должно быть лучше, чем до нас. Проектирование и эксплуатацию технически сложных производственных объектов мы ведем на основе анализа и управления рисками, исключительно в соответствии с нормами российского законодательства. В рамках реализации наших программ предусмотрено применение самых перспективных технологий в сфере ресурсосбережения. На каждый строительный объект в зоне Байкала разрабатывается свой экологический паспорт. Он будет содержать информацию о проекте, компенсационных мероприятиях, данные о выполнении экологического мониторинга, а также план график мониторинга за изменением компонентов экосистемы. В настоящий момент по реализации этих мер работает 4 рабочих группы с участием субъектов федерации и общественности. На данный момент организовано 8 выездных проверок на объекты стройки для контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Сейчас на Восточно-Сибирской магистрали закончили тестировать модуль экомониторинга Байкал-М. Он станет ядром автоматизированной системы контроля на строящихся объектах инфраструктуры. Специалисты магистрали будут отслеживать такие показатели, как уровень шума от строительных работ, состояние воздуха, воды и почвы, и заносить их в автоматизированную систему. Информация в настоящее время заносится в ручном режиме, вносится структурное подразделение, вносятся объекты строительства в этот тестовый модуль, вносятся результаты контроля, и затем при нажатии кнопки «Отчет» мы можем выгрузить полностью отчет о проведенных испытаниях с результатами контроля. В рабочую эксплуатацию модуль Байкал-М планируют запустить в апреле, когда начнет работать единый цифровой комплекс РЖД в области защиты окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Пока же экологи продолжают собирать информацию о состоянии природы на рубеже Байкала и строительных полигонов. Мы приехали проводить замеры в соответствии с утвержденным графиком контроля на границе строительных площадок и Прибайкальского национального парка. То есть оценить влияние вот этого строительного объекта на окружающую среду. В частности, производятся замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровень шумового воздействия в определенных точках. Экологический мониторинг специалисты дороги проводят даже в тех местах, где строительные работы еще не начались. Таким образом, железнодорожники смогут проанализировать фоновый уровень в окружающей среде и сравнить его с изменениями, которые могут возникнуть с началом реконструкции. Если они будут значительными, РЖД смогут либо изменить ход строительства, либо расширить спектр компенсационных природоохранных мероприятий. Мы находимся на станции Андриановская. Не так давно здесь начались масштабные работы по расшивке этого сложного и узкого участка Транссиба. За полтора месяца специалисты Центра охраны окружающей среды провели более 20 исследований. Пока серьезного влияния на природу не выявлено. Всего же в центральной зоне Байкальской природной территории сейчас идет реконструкция шести станций. На каждой применяют особые меры, снижающие воздействие на природные экосистемы. Работы на Андриановской – показательный пример нового формата зеленой стройки. Вывозка бытовых отходов – это мероприятие по ненахождению здесь горюче-смазочных материалов, по обеспечению герметичных емкостей, по сбору всех вод при строительстве. Также проектом предусмотрены локальные очистные сооружения на востоке станции. Следят за соблюдением экологической безопасности не только надзорные органы, но и общественность. В компании открыли горячую линию по вопросам организации природоохранных мероприятий. В ближайших планах создание онлайн-портала, куда будет транслироваться в прямом эфире, картинка с систем видеонаблюдения на строительных объектах, расположенных рядом с Байкалом. Мы понимаем, что уже реализация плана началась уже в прошлом году. И здесь компания РЖД организовала такой правильный подход по лесовосстановлению. В сентябре прошлого года в лесном квартале номер 14 Хомутовского участкового лесничества было уже высажено 4000 сенецов закрытой корневой системы. Сосны обыкновенно на общей площади более двух гектаров. И эту работу в компании продолжат. Уже известно, что взамен вырубленных при строительстве деревьев РЖД высадят 80 тысяч сенецов ценной сосны, почти на 50 гектарах, пострадавших от пожаров и нуждающихся в восстановлении. Евгений Кузнецов, Сергей Гришков и Максим Коширин. РЖД-ТВ. Иркутская область. Помимо внимания экологическим вопросом, в рабочей поездке главы компании на Дальний Восток была и особенно приятная миссия. Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым Олег Белозеров вручил ключи от квартир в новом доме в Нижнеудинске. Их получили 25 семей железнодорожников. Дом построен в рамках программы помощи территориям, пострадавшим от наводнения летом 2019 года. А также для улучшения условий жизни сотрудников Восточно-сибирской магистрали. Летом 2019 года российские железные дороги включились в работу по ликвидации последствий по наводнению. Было поручение руководства страны в том числе и посмотреть по улучшению условий работников. Соответственно, мы по всем направлениям приняли решение о строительстве новых домов. И сегодня мы сдаем дом для наших сотрудников. В квартирах сделан ремонт под ключ. В них есть вся необходимая мебель, кровати, диваны, шкафы, кухонные гарнитуры. И даже бытовая техника от микроволновок до телевизоров. На селекторном совещании Олег Белозеров еще раз обратил внимание коллектива, что всю эту работу компания ведет в рамках программы развития Дальнего Востока. Регулярно проводим заседание Управляющего комитета по опережающему развитию полигона Дальневосточной дороги. Вот все, о чем я говорил, начиная прежде всего с Восточного полигона, задачи, обозначенных президентом Российской Федерации, коллеги, направлено у нас комплексно на то, чтобы Дальний Восток очень активно развивался. Это и новые технологии, это и качество. И, конечно, самое главное, вот самое главное, создание новых социальных условий, возможностей для наших сотрудников. Теперь к производственным результатам. Начнем с грузовой работы. Контейнерный транзит продолжает прирост небывалыми темпами. С начала года объемы выросли почти на 80%. По маршруту Китай-Европа-Китай рост аж в 2,5 раза. В феврале погрузка на стальных магистралях страны составила почти 98 миллионов тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, эта цифра меньше на 2,7%. Впрочем, сравнение это не особо корректное. 2020 был високосным годом. На один рабочий день в нем было больше. При этом ежесуточная погрузка в прошлом месяце была выше, чем в феврале 2020. На 0,7%. И эта информация уже наглядно свидетельствует о том, что работа по привлечению грузов в РЖД не просто продолжается, но идет весьма активными темпами. Не снижать их. Такую задачу поставил глава компании. Год, коллеги, этот будет, вероятно, тоже особенным, поскольку активно ведется и вакцинация, и промышленность, мы видим, по ряду направлений активно заработала. Поэтому, коллеги, работа по привлечению грузов, а в прошлом году, я считаю, она была выполнена уникально. Найдены и новые грузоотправители, и новые формы. Коллеги, я прошу эту работу не останавливать, а продолжать. Причем с еще большим напором. В феврале Олег Белозеров провел традиционную встречу с грузоотправителями и рассказал о планах холдинга. Основные из них – сконцентрироваться на повышении качества услуг, упрощении доступа к ним, развитии цифровых сервисов и тиражировании технологии смарт-контракта. Падение пассажиропотока на сети РЖД в феврале замедлилось до 19,4%. По магистралям страны отправлено около 71 миллиона человек. В целом же результаты перевозок с начала года говорят о тренде на восстановление пассажирской активности. РЖД планомерно возвращают в расписание поезда, отмененные ранее из-за спада спроса на поездки. Плюс к этому компания масштабно обновляет свой парк. На маршруты в целом ряде регионов вышли новые рельсовые автобусы и вагоны на локомотивной тяге. Кроме того, активно развиваются туристические продукты. Пригородный поезд выходного дня, который на регулярной основе, с 16 января курсирует и Ярославль, и Рыбинск. Также вместе с правительством Вологодской области с 29 января запустили туристический поезд выходного дня по маршруту Москва-Великий уступ Кострома-Москва, который будет курсировать до 28 марта. Позволяет туристам в течение двух выходных дней посетить достопримечательности севера нашей страны. А вот за другой проект ретропоезда «Русский Альский экспресс» РЖД были признаны лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Глава компании поздравил коллег с достигнутым результатом, призвал активнее развиваться дальше и, что особенно важно, качественно подготовиться к росту спроса на перевозке. Мы должны быть готовы к оптимистичному сценарию. Причем он должен быть в таком формате, чтобы у нас всегда был правильный резерв. Производительность труда в РЖД с начала года выросла. Увеличилась и среднемесячная зарплата на 3,8%. Она составила 62 649 рублей. На перевозках больше 63 907 рублей. Показатели марта станут еще выше. В соответствии с коллективным договором с 1 числа заработная плата железнодорожников вновь была проиндексирована на 1,3%. Четко действуем в соответствии с коллективным договором. Будет еще одна индексация. Время меняется. Мы в течение первого полугодия точно поймем, как будет складываться экономика. И совместно с профсоюзами, как мы всегда и делали, определим форму индексации, объем индексации в этом году. В феврале РЖД вывели из режима удаленной работы еще часть сотрудников. На рабочие места, в офисы и на производственные площадки вернулись 12 тысяч человек. Около 88 тысяч железнодорожников продолжают трудиться в дистанционном формате. На селекторном совещании Олег Белозеров отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно снижается. Руководители региональных штабов теперь вправе самостоятельно решать, отменять удаленку или нет, с учетом ситуации на местах. Также глава компании призвал коллектив подумать о профилактических мерах. Продолжается вакцинация работников. В начале марта Олег Белозеров вновь встречался с женщинами-помощницами машинистов. Они поделились своими впечатлениями от первых месяцев работы. Основные из прозвучавших акцентов – психологическое сопровождение, качество форменной одежды и инструмента. Олег Белозеров отметил, что теперь все эти вопросы приобретают для компании еще большее значение. Мне было приятно услышать впечатления, очень позитивные. Во-первых, первыми быть и тяжело, с другой стороны и почетно, и ответственно. Но мне диалог очень понравился. Девушки, женщины – очень целеустремленные. И это, конечно, вселяет уверенность в том, что российские железные дороги развиваются по всем направлениям. Решением существующих у железнодорожниц вопросов Олег Белозеров поручил заняться Координационному совету по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин. Он существует в РЖД с 2018 года и ведет комплексную работу по целому рядом направлений. В том числе не так давно совет оценил возможность работы женщин на рабочих местах, где ранее работать дамам запрещал закон. О последних достижениях совета на селекторном совещании рассказала его сопредседатель, советник генерального директора РЖД Ирина Костенец. Проведено ежегодное социологическое исследование изучения трудовой деятельности женщин в ООО «Российские железные дороги». По итогам исследования, проведенное в 2019 году, удовлетворенность женщин работой в компании составляла 72%. Итог же 2020 года – это уже 76,7%. Женщины чувствуют, что социально защищены, видят заботу компании. Результаты исследования говорят о том, что мы идем в абсолютно правильном направлении по улучшению условий труда и совершенствованию механизмов социальной поддержки. В феврале глава компании провел традиционную встречу с ректорами отраслевых вузов. В ней также приняли участие заместитель министра транспорта Владимир Токарев и в РИО руководителя Росжилдора Александр Иванов. На повестке дня оказалась стратегия дальнейшей совместной работы. Акцент на это не случайен. 2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Приоритетной задачей у АО «РЖД» и отраслевых вузов всегда было и будет создание благоприятных условий для учебы, работы и самореализации молодежи. Только за последний год РЖД отремонтировали в вузах порядка 80 аудиторий. Компания оформила их в своем фирменном стиле и оснастила по последнему слову техники. Здесь установлены современные тренажерные комплексы и оборудованы такие модные зоны, как каворкинги или воркшопы. «РЖД» показывает пример, как можно грамотно, рационально и очень эффективно взаимодействовать с вузами путей сообщения. Есть соответствующие гранты для наших ученых и делаются интересные работы в целях компании. Они позволяют и компании свои результаты получить и развивают те компетенции, которые есть у наших ученых, повышают прикладной уровень наших научных исследований. РЖД поддерживают не только преподавательский состав, но и талантливых студентов. Только в прошлом году в профильные вузы и техникума было зачислено более 6 тысяч целевиков. Причем их набирали по критериям, которые определил сам холдинг. И последнее. В феврале, в день российских студенческих отрядов, это 17 числа, в Москве открылось мультиформатное пространство студотрядов – СО-здание. Эта площадка должна стать местом самовыражения, обмена идеями, демонстрации творчества, профориентации и трудовых достижений молодежи. РЖД стали одним из партнеров этого проекта. Хочу поздравить вас с тем, что вы приобрели такое прекрасное здание, только красный родной топ. Пусть он для вас станет родным. И пусть именно здесь рождаются самые нестандартные, самые креативные идеи студенческого движения. И здесь крепнет дружба, и пусть это будет в той точке, из которой будут студенческие отряды работать, в том числе и в объектах РЖД. Кроме того, корпоративный университет РЖД запустил в феврале дистанционную образовательную программу для бойцов студенческих отрядов. Это оказалось очень востребовано. К обучению приступили более 700 слушателей. Таким был прошедший месяц. В апреле вновь подведем итоги и сделаем выводы, поймем перспективы и расставим акценты. В студии для вас работала Ксения Рудий. Всего доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!